Первые их учителя были их матеря. Из десяти стрел, девять из десяти он попадал в цель. А это не твой брат, иди ты, своими делами занимайся. Он там же выучил Коран в Мекке, когда уже было ему 7 лет. Кто-кто, наверное, он не примет ислам. Скорее всего, может быть, его осел, говорит, примет, чем он. Ва, оказывается, смотри, про мою мать как думает, или мою мать как думает. Что ты повторял каждый раз на крыше? Их тасар, тухадаль, китабы, их ты же, говорит, раньше так не делал. И я выучил Коран, и я не помню, чтобы мне встретилось хоть одно слово, значение и смысл, которого я не знал. Вначале 10 минут не уделил, потом 10 лет мучается. Если человек сейчас хочет довольство людей всех добиться, это, говорит, непостижимая вещь, потому что идеальный человек во всех сферах не смог этого добиться. Я-то хоть в мечеть хожу, намазы делаю. Тут сколько людей, ты мне, что ли, нашел замечание делать? Ты засучи рукава, это твое дело, упорно возьми за это. Уважаемые братья, Мы, иншаллах, в этот раз расскажем о таком ученом, как имам Аш-Шафи'и, рахимахуллах. То есть мы начали это, раньше тоже говорили, что будем периодически через несколько джумуа рассказывать о каких-либо известных имамах, чтобы мы знали не просто имя, когда говорим Абу Ханифа, допустим, рахимахуллах, или имам Малик, имам Шафи'и и тому подобные другие имена, а хотя бы минимально знали их биографию. И в прошлый раз то, что мы рассказали, это были ученые имам Аль-Навави, рахимахуллах, и имам Аш-Ари. В этот раз иншаллах расскажем о таком ученом, как имам Аш-Шафи'и, рахимахуллах. И хотелось бы не просто как биографию ее рассказать, потому что бывает, когда человек просто вот говорит, вот был такой-то человек, он родился в таком-то году, в таком-то году пошел приобретать знания, в таком-то году умер, когда слушатель, ему это как, неинтересно бывает это слушать. Кому-то может интересно, но кому-то просто вот как будто биографию читает вот так. Слушать или вот так начинает казаться. Поэтому, иншаллах, мы будем рассказывать об имаме Аш-Шафи'и, рахимахуллах, и будем проводить аналогию того времени, в котором он жил, с тем, которым мы живем в наше время. Его звали имам, то есть имам Аш-Шафи'и, это в народе известный, имам Аш-Шафи'и обычно вот так говорят. Его имя на самом деле Мухаммад. Мухаммад ибн Идрис. Мухаммад, сын Идриса. Почему его назвали Аш-Шафи'и? Аш-Шафи'и ибн Саиб, Шафи'а, сын Саиба, это был его прадед, который первый принял ислам. Он принял ислам еще во времена посланника Аллаха саллиллаху алейхи и он является из четырех имамов единственным, кто является курайшитом из рода посланника Аллаха саллиллаху алейхи ибн Саиба. Имам Аш-Шафи'и рахима он родился в 150 году по хиджре. По хиджре это летоисчисление мусульманское после того, как было не после рождения пророка саллиллаху алейхи это означает. Означает после того, как переселились с Мекки в Медину, вот оттуда летоисчисление пошло и поэтому, когда говорит 150 год по хиджре и так далее, это означает вот с того периода пройдя 150 лет. Пройдя 150 лет родился имам Аш-Шафи'и рахима он родился в Палестине. То, что сейчас известно сектор газа называют. Вот там он родился. И это год был тот год, в котором умер имам Абу-Ханифа. То есть, в 150 году умер имам Абу-Ханифа и в этом же году родился имам Аш-Шафи'и рахима Аллах. Сложным. Она была очень сложным, потому что он рос сиротой, его отец умер и всю эту ношу на себя взяла его мать. И когда ему исполнилось два года, мать переселилась вместе с ним в Мекку. То есть, он уже рос в Мекке. И в Мекке, когда уже было ему 7 лет, его мать, она на самом деле очень великая женщина была. Она очень старалась для того, чтобы он этот путь по этому пути он шел. И он, несмотря на тяжелое финансовое положение, все-таки получал это знание. Если в дальнейшем посмотреть то, что мы будем рассказывать, можно прослеживать такую удивительную вещь в биографии имама Шафии. Его мать, она была как бы ведущей, которая вела его. Вот сейчас Ур'ан нужно учить, такое-то время фикх. Даже когда он арабский язык более, то есть, около 10 лет он в племени жил, которое считалось самым красноречивым племенем среди арабов, чтобы более детально и углубленно знать арабский язык. Несмотря на то, что он сам из рода посланник Аллаха несмотря на то, что он из курашитов и арабов, он еще около 10 лет был среди этого племени Гузаиль для того, чтобы более детально изучить арабский язык, чтобы понять более углубленно Кур'ан и Сунну. И на самом деле, уважаемые братья, в религии же вот предписано, чтобы когда мы выбирали жену, это тоже мать твоих детей, чтобы такую выбирали, которую воспитание такое может давать. И если посмотреть биографию многих имамов, не всех, конечно, многих имамов, и это очень важно, даже если не в плане, допустим, знания взять в наше время, хотя бы в плане если воспитание посмотреть, допустим, мы знаем, всегда бывает, это не секрет, когда человек уже женится, он знает, он поженился, никах сделал, он уже должен быть готов, в любом случае конфликты они будут, в семье без конфликтов не бывает. Это обычная вещь, которая в этом мире существует, Аллах такой порядок в этом мире поставил. Бывают между друзьями, между детьми, муж с женой и так далее, они в любом случае бывают эти конфликты. Если посмотреть лучших людей, которые более набожные, более были справедливы, у них тоже в доме это было, у сподвижников это бывало. Если изучить сиру посланника Аллаха саллиллаху можно посмотреть, как он у себя дома регулировал эти моменты, потому что было у него несколько жен, была какая-то ревность и так далее. То есть все это можно посмотреть и жизнеописание посланника Аллаха саллиллаху саллиллаху Муж и жена, они боялись Всевышнего Аллаха. И если с мужем какое-то недопонимание было, обижена примерно жена была, она знала, да, вот муж в этом моменте меня обидел. Но Господь, Он предписал же ведь мне, чтобы я так-то и так-то поступала в отношении мужа. Она и готовила, и приносила, как обычно она делала. Детей тоже против мужа не настраивала. Но в наше время так часто, даже не скажу редко, часто встречается, что если мужем конфликт, им богобоязненности нету, и может не приготовить, может просто так оставить мужа, может даже детям сказать, вот папа меня поругал и так далее. Потом дети приходят к отцу, вот так говорят, все эти претензии, то, что у матери есть. И такое часто бывает, даже когда приходят на примирение или когда бракоразводные процессы бывают, у нас проходят тута, и люди приходят, и часто вот в семье вот это замечается, когда что-то между мужем и женой недопонимание, там и дети уже об этом знают, которые ваше маленькие, и их настраивают против друг друга. А на самом деле в исламе, если посмотреть, то эти конфликты, если между друг другом, они легко лишь решались бы, если бы они говорили бы по факту, по факту, то, что их не устраивает. Но там как у нас начинается? Начинается так, что человек, вместо того, чтобы указать ее какой-то насеха там, красиво исправить ее или она мужа, там могут сказать, а ты тоже такая же, как и твоя мать, она тоже вот так делает. Та тоже обидится, заденет его же брата. И уже вот маленький, может быть, это конфликт был, но за то, что уже задели друг друга, может быть, родственников, то хумы, то тогда уже это кажется большим конфликтом. И даже хоть там примирение сделает человек, даже хоть примирит, они уже знают, как думают, или моем отец как думает. Поэтому это важные моменты, которые были, и такие ученые являются примерами для нас, как они с этим справлялись, как они вот таких жен вот так воспитывали. Но воспитывать жен, как сказать, вот мы, братья, ну, мужчины, которые бывают, мы всегда бываем в каких-либо компаниях. Вот сейчас, аль-хамдул-ля, мы на джумуа, неделю один раз на джумуа ходим. Мы какую-то ильму приобретаем. Помимо этого мы встречаемся, может быть, кто-то в гостях, кто-то в кафе. И тоже у нас бывает все равно, у религиозных людей хоть будет разговоры житейские, которые тоже должны быть, у нас все равно религию как-то вопросом мы затрагиваем. У женщин, у наших женщин, да, не в то время, которые жили, в то время, которые жили, они, да, они ильму тоже приобретали. Сейчас, который будет от дочеря, матеря, жены, дети, девочки, то они ильму не приобретают, то есть они не ходят приобретать знания, они не знают свою обязанность по отношению к детям, они не знают по отношению к мужьям, не знают по отношению к своим сверстницам. И когда даже они встречаются по поводу религиозного, допустим, где-то там Маулит провели или Курбан-Байрам и так далее, даже тогда, когда вроде бы религиозно там собираются эти женщины, там у них тоже не о религиозном бывает речь, у них не как у нас бывает. Они там тоже вспомнят, кому какой подарок, кому носки нужно положить, где там занавеска, у кого-то вторую жену будет обсуждать. И вот так она проходит. Поэтому они без рельма остаются, проходят года, ссоры происходят. Для нас то, что обычным является в плане знаний, для них они могут это не знать. И потом, когда они какую-то претензию высказывают свою, для нас это удивительно бывает. Мы думаем, неужели она это не знала, что так нельзя делать, это нехорошо делать. Но откуда она будет знать, если дома тоже ее этому не обучали. Дома не обучали, родители тоже этому воспитание исламское не давали. Может, по-другому, наоборот, давали. Ты должна быть дома властной, не должна на мужа по воду идти и так далее. Может, такое воспитание давали. К мужу домой приходят, там тоже нет такого же воспитания. Но откуда тогда будет у этих женщин? Поэтому вот имам Аш-Шафи'и, мы немного отошли, конечно, от биографии его. Имам Аш-Шафи'и, в их времена и последующих, у мусульман, большинство, если посмотреть великих ученых, в биографии, во главе их учебы стояла мать. То есть отец обычно, или он, как говорится, как добытчик, шел свои там, чтобы или финансовые, или материальные потребности выполнить, чтобы не нуждались, он домой приходил. Или же он на учебе бывал, на работе бывал. Поэтому в основном это выполняло функцию мать. Поэтому у них вот такие были матеря. Также имам Аш-Шафи'и, рахимахуллах, он был очень беден в начале. То есть мы знаем уже в конце, конечно, когда его уже узнали не просто в Мекке, в Медине, он был и в Багдаде, он был и в Йемене, он был и в Египте. Уже во всем халифате, когда молва пошла о нем, он уже известный был. Но тем не менее, когда ему даже, когда известный стал, когда, говорит, закаты давали, он ничего не брал, все, говорит, ученикам раздавал. Или же нуждающимся. Которые были из их числа. Но в начале пути, какой был имам Аш-Шафи'и? В начале приобретения знаний. Хатыб аль-Багдади, рахимахуллах, он передает, что имам Аш-Шафи'и, он сам про себя рассказывал, говорил, в детстве у меня не было денег на учебу, и я ходил, говорит, к лавкам и просил у них что-нибудь, чтобы записать уроки. Или пусть это будет шкура какая-нибудь, или обожженная глина, если бывало, или же на костях, которые можно писать. Или же то, что передается от него, что он ходил в канцелярию и собирал бумаги, в которой одна сторона была расписана, а вторая, если не было, вот такие, чтобы расписывать. И он, говорит, очень сильно ценил эту бумагу. Если он даже на полу видел какую-то бумажку, он поднимал, говорит, и вот эту ценность он понимал. Он говорил, как может вот это просто так выкинуть. Но в наше время мы знаем, конечно, дефицит этой бумаги, то есть она у нас чрезмерная, если это бумага. И в то время это было не как у нас, у нас технологии просто вперед пошли. А у них имам Шафи, он когда бумажку видел, он очень сожалел, когда вот так могли просто выкинуть эту бумагу. И вот в такой трудностях он жил, имам Шафи. И тем не менее он старался минимально хотя бы рельму знания приобретать. То есть когда мы подобные биографии ученых читаем, мы для себя должны урок извлекать. Каждый сам с собой тоже должен сравнивать это. Допустим, если в его время вот так было, в наше время, хотя бы минимальные обязательные знания для мусульманина каждый должен знать. Есть знания Фардуль-Айн и Фардуль-Кифая. Фардуль-Айн – это индивидуальное, обязательное, минимальное знание, которое должен знать каждый мусульманин и мусульманка. А есть Фардуль-Кифая. Это уже называется коллективная обязанность. Это как понятно? Допустим, не каждому из нас обязательно в шариате, чтобы мы были все профессорами или учеными. Это не каждому для нас такой обязанности не лежит. Если все были бы только одной направленности, где были бы, допустим, слесара, где были бы газовики, кто этим разбирается, то есть все в одном направлении были бы. То есть это не каждому это обязательно. Это коллективная обязанность, чтобы в одном регионе, в одном там джамаате мусульман, один хотя бы человек был, который по шариату отвечает на их вопросы. Углубленный, который знает шариат. И если вдруг даже нападки будут со стороны немусульман, чтобы он мог отстаивать религию. Отстаивать религию, мусульманскую религию. Это фардуль-Кифай называется. А фардуль-Айн – это индивидуальная обязанность, чтобы каждый из нас минимально вот то, что есть, три столпа, три столпа религии. Это хадис у Джибриль называется. Когда ангел Джибриль, алейхиссалям, он пришел к пасанику Аллаха, задавал определенные вопросы, и пророк отвечал. То есть когда спросил, что такое иман. Иман, вера – это то, что у нас в сердце. Это вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в книги, вера в пророков, судный день и предопределение судьбы. Шесть столпов. Так, далее он спросил, что есть ислам. Ислам, шагадат, свидетельство. То есть ислам – это то, что мы на практике показываем органами тела. То есть мы своими органами показываем, органами тела, как язык, допустим, языком мы говорим шагадат, показываем, что мы мусульмане. Намаз – тоже органами тела, закат, хадж, пост. То есть это пять столпов. И ихсан – то, что касается искренности. Допустим, человек, каждый из мусульман, он знает, что Аллах всезнающий, Аллах всевидящий. В этом нет сомнения. Потому что если бы человек сказал бы, я мусульманин, но однако я сомневаюсь, если Аллах видит или нет, то он из религии выходил бы. То есть он не мусульманин. Но мусульмане все говорят, Аллах знающий. Но тем не менее мы живем так, как будто бы Аллах не видит и не слышит нас. Вот эта вещь, ихсан, третий столб, она вот эта вещь делает то, что в имане, вот это укрепить. И когда мы говорим, минимальное знание – это не просто то, что сейчас я вот так перечислил. Не перечисление. Минимальное знание – это иметь знание относительно Господа. Всевышнего Аллаха. Чем он описывается? Какими качествами? Какие качества? Нельзя его описывать. Касаемо ангелов. Касаемо намаза. То, что мы ежедневно встречаемся. Каждый из нас несколько раз в день делает омовение. Каждый из нас делает намазы. Минимум пять намазов. Если с суннатами еще больше. Хотя бы минимально знать. Вот я намаз делаю. Какие арканы являются обязательными? Какие являются суннатами? Что нарушает омовение? Что не нарушает омовение? И то, что нарушает омовение, человек может за 10 минут просто прочитать и узнать. Там всего лишь пять вещей в шафиитском азхабе. В других азхабах может или меньше, или больше быть. Они тоже на свои доводы опираются из Курана и сунна. Но если взять шафиитский, то пять вещей. Человек, представьте, может быть, пять-десять лет намаз делает. Пять-десять лет. Каждый намаз делает. И эти пять вещей не знает, которые за 10 минут можно обучить. И потом идет вопрос, задает, если там собаку тронул, или портится или нет, если кошку тронул там, и так далее, и так далее. То есть почему? Потому что вбелил. Потом 10 лет мучается. Не знает, что портит, что нет. Вот это называется минимальные знания. Вот имам аз-шафи'и, рахимахуллах, он, будучи в таких условиях, которые мы упомянули, он приобретал знания. Даже его мать один раз, чтобы в Йемену поехал, дом свой залог оставила, чтобы он смог поехать туда. Но нам не обязуется все это знать. Мы не должны быть как имам аз-шафи'и, или имам науи, или просто как ученые. Это на нас обязанность такой не лежит. Если есть некоторые люди, которые на себя эту обязанность взяли, на нас обязаны лежит вот это минимальное знание, с которым мы каждый день встречаемся. Если человек торговец, примерно я не торговец, мне не обязательно знать о торговле. Но если человек торговец, бизнесмен, он должен минимальное знание иметь о бизнесе, что является халалом, что такое харам, что такое сомнительное. И в этом большое благо есть, если он это знает. И это на его духовное состояние тоже воздействует. Потому что один раз, когда Мухаммада Шайбани спросили, это ученик имама Абу Ханифы, у него спросили, какую книгу ты составил для того, чтобы о болезнях сердца, которая лечила бы болезни сердца, так как гордость, показуха и тому подобное. И он говорит, я составил книгу о торговле. И тогда он удивился, он говорит, ну книга о торговле это про бизнес, а я у тебя спрашиваю, болезни сердца. Он говорит, вот в этой книге я не просто сказал, вот так сделают харам, вот так сделают нет. Я объяснил все как в сунне. По сунне, если, например, твой брат, ты даже видишь рядом, который торгует, если он что-то делает так, чтобы тебе помешать, или наоборот не помешать, а тебе помогает, как к нему относиться, как ему ответить. То есть зная даже вот эту торговлю, через это наши праведные предшественники, они свой навс воспитывали. То есть это очень тоже глубокая наука. Поэтому фардуль айн, индивидуальная обязанность, минимальная, человек должен знать с теми вопросами, с которыми встречается ежедневно. И это мы должны обратить внимание, уважаемые братья. Потому что, как мы вначале сказали, не просто хотел биографию имама Шафия, а просто бы рассказал бы, кто-то вспомнил бы, кто-то забыл. А вот именно сравнивая то, как они хотя бы поступали, мы-то не сравнимся, но хотя бы немного подобие их, чтобы 0,1% хотя бы было, чтобы. Иншаллах, наверное, на следующем джумуа мы продолжим, чтобы не удлинять. Мы очень кратко, конечно, смогли упомянуть. Уважаемые братья, иншаллах, мы продолжим то, что рассказывали об имаме Аш-Шафии, рахимахуллах, в прошлую пятницу. Немного напомним, на чем мы остановились. Мы в прошлый раз рассказали, как на самом деле его имя, то есть Аш-Шафии, что это означает. Также мы рассказали о его бедности и приобретении знаний. И также важную вещь, то, что мы подчеркнули во всей его жизни, которую его так вела, можно сказать, по этому пути, это его мать. И на самом деле, если мы задумаемся, будем читать биографии предыдущих ученых, то мы увидим в большинстве случаев, не во всех, в большинстве случаев, за этими великими учеными стояла их мать, которая сподвигала их к этому, которые были первыми их учителями. И далее продолжаем, иншаллах, расскажем о его учебе, то есть как она проходила, во сколько лет он начал приобретать знания. Имам Аш-Шафи'и, он отличался своей проницательностью. Он был очень способным мальчиком. Еще в детстве он был способным мальчиком и в юношеском возрасте тоже. И ему очень сильно тоже нравилась стрельба из лука. Он до того был умелым, что передается, как он сам говорил, 9 из 10 он попадал в цель. То есть прямо в цель, куда он, где, как хотел, так и он попадал, 9 из 10. И также имам Аш-Шафи'и, он в 7 лет, он выучил Кур'ан. Он выучил Кур'ан и превосходил своих сверстников во всем. В 10 лет, когда имам Аш-Шафи'и исполнилось 10 лет, до встречи с имамом Маликом, пока он не встретил, пока он не начал брать у него уроки, он выучил его книгу, которую он написал, Аль-Муатта. Муатта – это один из сборников, в котором есть и хадисы посланника Аллаха, саллиллаху алейкум, также и то, что передано в фатвы ученых того времени, таби'инов, и также сподвижников. То есть она охватывает все это. Допустим, есть где только хадисы упомянуты, как, допустим, Сахих аль-Бухари, Сахих муслим, Сунан ибн Маджа, ибн Термиди, Абу-Дауда, Насаи и так далее. Это в основном эти сборники только слова посланника Аллаха, саллиллаху алейкум, передаются, и с незначительными пояснениями, может быть, где-то из этих сборников. Но Муатта, имам Малика, она охватывала как слова посланника Аллаха, саллиллаху алейкум, также слова сподвижников относительно определенных тем, и также слова таби'инов. Когда же имам Аш-Шафи'и, он отправился к имам Малику, тоже, опять-таки, по рекомендации, то, что его мать, она сказала, чтобы он пошел туда и обучился. Вначале, когда он только пришел, он сидел и просто слушал имама Малика. То есть имам Малик, он диктовал, а его ученики они записывали. Его ученики записывали, кроме имама Аш-Шафи'и. Он это тоже заметил имам Малик. Ему это не понравилось. Когда он его спросил, почему он не записывает, имам Аш-Шафи'и, рахима Аллах, он ответил, что все это запоминает и знает наизусть тоже, что он выучил книгу Аль-Муатта. То есть он выучил книгу Аль-Муатта еще до встречи с имамом Маликом, рахима Аллах. И имам Аш-Шафи'и, он говорит, я слышал, как учитель обучает своего ученика чтению аята, и я его запоминал. Дети записывали то, что им диктовали, а я уже пока это все учитель рассказал, в конце урока все это я наизусть мог рассказать. То есть у него была такая феноменальная память. То есть имам Аш-Шафи'и, он просто слушал то, что учитель преподавал ученикам, и все это уже в конце урока он знал, то, что другие записывали. И имам Аш-Шафи'и, он очень сильно любил своего учителя, он всегда восхвалял его, имама Малика. И он говорил, если упоминают имама Малика, то есть упоминают ученых, то имам Малик подобен звезде среди них. И, как отмечают его ученики, имама Аш-Шафи'и, рахимахуллах, он говорит полностью, как будто перенял состояние, знания имама Малика, рахимахуллах. Все, как бы и характер тоже у него был, как у имама Малика, кроме одного, кроме его строгости, говорит. То есть имам Малик, он помимо того, что был мягким человеком, преподавал и так далее, он был очень строгим. Имам Аш-Шафи'и, рахимахуллах, он все это перенял, говорит, от своего учителя, но, однако, кроме этой строгости. И на самом деле тут такой момент есть, когда человек кого-то любит, кого-то любит очень сильно, он его характер перенимает, то есть к себе он это, у него тоже отражение этого характера бывает. мы это можем заметить. Вот если посмотреть, есть сунный посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, саллиллаху алейкум, допустим, человек встает с утра, произносит какое-то дуа, он вспоминает, как делал посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, это, когда, допустим, одежду одевает, когда кушает, когда с людьми обращается, и все случаи жизни есть сунный посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, когда человек практикует этой сунной, он что-то от посланника Аллаха, саллиллаху алейкум, перенимает, вот этот характер, узнает, как посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, делал, и может быть, до ислама человек мог быть самым жестоким человеком, может быть, про него даже могли бы сказать, как про умара-схаба, скорее всего, может быть, его осел говорит, примет, чем он. Может быть, человек даже таким мог быть, но когда он принимает ислам, старается делать как по сунне, он сам не замечает, окружающий замечает, как этот человек меняется. Поэтому, когда человек кем-то восхищается сильно, кого-то очень сильно любит, хоть никогда в жизни с ним не встречался, он вот эти качества от него перенимает. Это не только религиозно относится. Есть человек какого-то футболиста, вот так любит, какого-то бойца любит и так далее. Он становится на него похожим, даже гонор бывает на него похожий, походка бывает и так далее. Но ведь пасанник Аллаха, он более достоин для мусульман, чтобы быть, чтобы мы были на него похожими. И тут тоже имам Аш-Шафи'а обучаясь, у имама Малика у него было такое же состояние. То есть он перенял от него его ахляк. Поэтому раньше ученые из числа Салифа, Салих, они помимо того, что брали, говорит, уроки своих учителей, некоторые даже бывали сопровождающие, как, допустим, пасанник Аллаха, салли Аллаху, алей вассалям, сопровождали сподвижники. Вот такие были сопровождающие ученых, чтобы посмотреть, вот то, что ты нам передаешь, вот эти хадисы, вот эти аяты, комментарии сподвижников, ты сам как это воплощаешь в свою жизнь? Потому что человек может передавать, вот хадис такой есть, это вот так есть, но в его жизни это ничего не прослеживается. Поэтому эти люди, ученики, они вот смотрели, практикует ли он этот хадис в своей жизни в отношении, взаимоотношения между людьми, взаимоотношения даже с животными, окружающим миром в общем и как практикует это в отношении создателя в первую очередь. И поэтому имам Аш-Шафи'и, рахимахуллаху, будучи вот с имам Маликом, он за это короткое время, он как будто бы, говорит, был вторым имам Маликом. Его и ахляк, поведение, все было, говорит, как у имам Малика, кроме, как ученые отмечают, кроме, говорит, строгости. То есть вот это у него еще оставалось, говорит, у имама Аш-Шафи'и, он был мягким человеком. И далее имам Аш-Шафи'и, когда отучился у имама Малика, рахимахуллах, он был среди племени Гузаиль 10 лет, около 10 лет. Для чего? Чтобы научиться тонкости арабского языка. И чтобы быть способным понимать Кур'ан и Сунну в полном его смысле. И после того, как имам Аш-Шафи'и, он изучил это, язык тоже изучил, он учился у мусульма Аз-Занджи. Он был муфтием Мекки, и он ему дал разрешение давать фатву. К 20 годам имам Аш-Шафи'и, он уже был как муфтий, который дает фатву шариатско-поровые решения. И имам Аш-Шафи'и, рахимахуллах, он говорит «Я находился среди арабов в течение 20 лет». То есть в общем из своей жизни. Мы знаем, он был сам арабом и курайшитом из племени, из рода посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям. И я изучал язык и их поэзию. И я не помню, чтобы мне встретилось хоть одно слово значения и смысл, которого я не знал. То есть любое слово, которое он встречал, он досконально его несколько смыслов в контексте, как оно употребляется, сколько смыслов отдельно это слово, сколько смыслов имеет. Все это имама Аш-Шафи'и знал. И тут, конечно, уместно вот привести слова современного ученого мухаддиса Мухаммад Ауама. Такой есть ученый, мухаддис, хафиза Мухаммад Ах-Шафи'и, он говорит, меня удивляет, меня удивляет то, что мы, то есть арабы, будучи арабами, знаем язык, изучаем, и только потом, когда даем фетвы, серьезные решения, шариатские хукмы, когда, говорит, Аджамы приходят к нам, Аджамы, то есть не арабы, когда к нам приходят и в наших университетах учатся около семи-десяти лет, и назад, возвращаясь на родину, они высказывают мнение, которое противоречит четырем мазхабам. То мы, говорит, изучаем это еще 20-30 лет это изучаем. Тут даже имам Аш-Шафи'и, если подумать, он еще в первой веке был, во время Салифа Салих. Имам Аш-Шафи'и знал Кур'ан 7 лет, знал Муатта, и тем не менее был еще 10 лет, зная все это, был 10 лет среди племени Ходзайля. Ходзайль красноречивое племя, которое оно в то время считалось самым красноречивым племенем в арабском языке. И он среди них был еще, чтобы глубоко Куран и Суну понять. Будучи арабом, и еще Курайшитом. Это к нам как напоминание, когда человек, вот мы говорим, для чего вот мы это рассказываем, и биографии ученых наших, праведных предшественников, сахабов, пророков, читаем. Как сам Аллах даже в Куране говорит, обращаясь басаню к Аллаху, салюллаху, али-васалям, ты, чтобы читал истории, которые были до тебя, то есть с другими пророками, чтобы укрепить твое сердце. Мы тебе это рассказываем, в Куране же есть истории с Муса, али-васалям, то, что связано с Шуайбом, пророком, с Исмаилем, Ибрахимом, их народами, с Сулютом, али-васалям, их кавумом и так далее. Для чего мы это рассказываем, говорит Всевышний Аллах в Куране, для того, чтобы укрепить твое сердце. Когда мы читаем биографии наших ученых, мы должны понимать, что мы это не можем сделать, мы знаем, что трудно бывает это нам делать, то, что они делали, но хотя бы наша вот эта гордость, она понижает, вот эту гордость, тщеславие, когда человек ходит за то, что один намаз он делает, и он гордится над другими людьми. Когда у него бывают явные даже ошибки, может какой-то брат подойдет, скажет ему, я брат, у тебя тут неправильно ты делаешь, вот тут можно было по-другому ответить, чуть мягче и так далее. Он даже свою ошибку не просто не видит, не замечает, он эту ошибку не считает, он говорит, и даже и думает так, не просто говорит, думает тоже вот так, намазы делаю. Тут сколько людей, ты меня что ли нашел, замечание делать. Тут сколько людей есть, которые по улицам ходят, наркоманы, там убийцы, намазы не делающие и так далее, иди им, говорит, вот такой человек, как имам Газали рахима Аллах отмечает, у него даже может быть, даже будет серьезно грехи, ошибки, у него в сердце даже не будет лезть мысль, а покаяние перед Всевышним Аллахом. Может где-то я согрешил, может неправильно себя веду, может я на самом деле такой гордый, не бывает же такой, чтобы все были плохими, начиная от моей семьи, работы, карьеры, друзей, коллег, и всех в общем вокруг, все плохие, я людей не нашел, которые были бы хорошими, и, маше Аллах, этот брат не нашел никого в этом мире праведника, кроме самого себя, так же не бывает, что он только один праведник, оказывается, все плохие, вот такие мысли даже могут, вроде элементарная мысль, но на самом деле встречаются такие люди, у них даже такие мысли не потребуются, и он может до конца своей жизни думать, я один такой, и все очень плохие, хотя передается от посланника Аллаха, саллиллаху алейкум, кто так думает, то он сам наихудший из людей, кто так думает. Поэтому нам, уважаемые братья, вот в таких биографиях, когда мы читаем, вот такая польза тоже есть, когда мы сравнительно анализ проводим с той реальностью, в которой мы находимся, мы живем, и в том, как они жили, как им было трудно, и как нам сейчас легко, но тем не менее мы слабы, хотя бы человек, если не может, как они делают что-то, действиями, но он сердцем перед Аллахом понимает свою слабость, перед Аллахом понимает свою слабость. И вот такая вот польза есть в подобных биографиях, как имам Аш-Шафи'и или подобных других ученых. Далее имам Аш-Шафи'и, рахимахуллах, то, что с ним произошло, произошел случай, когда ему исполнилось 35 лет, это тоже то, что выделено в истории, тогда в Мекку прибыл наместник Йемена. Наместник Йемена прибыл и Курайшиты, они попросили, которые там были в Мекке, попросили этого наместника, чтобы они имама Аш-Шафи'и с собой забрали в Йемен. И он забрал с собой имама Аш-Шафи'и, рахимахуллах, и имама Аш-Шафи'и, он сам описывает этот случай, он говорит, у моей матери на то время не было даже денег мне на дорогу дать. То есть они были очень бедными людьми, и не было даже отдать на дорогу денег, и мне пришлось в дом свой поставить в залог, то есть какую-то сумму взять, и взамен, если я не смогу вернуть свой дом, он в залог поставил, чтобы приобретать дальше Аш-Шафи'и. И после этого, когда он пришел в Йемен, его назначили в Наджиране, то есть ему дали работу в Наджиране, и он по справедливости управлял, то есть в Йемене, в этом городе, он управлял по справедливости, и когда произошло это, когда имама Аш-Шафи'и начал, у него авторитет, и так был, Альми, то, что называется, то есть то, что связано со знанием, у него был этот авторитет, то, что связано со знанием, также он начал принимать дела в хокуматских вещах, то есть то, что касается уже политики, то, что касается государства. И у него был уже двойной авторитет, и среди религиозных людей, и среди хакимов тоже. И в это время, сам имама Аш-Шафи'и рассказывает, когда начал управлять Наджираном, там был человек, его звали Хариф ибн Абдульмунат. И люди были около него, из племени Са'киф. И их привычкой этих людей, еще до меня, у них была привычка такой, что они, их обычаем было так, что они заискивали, и у них было подхалимство, перед наместниками. Кто новый приходил, если у него авторитет получался больше, чем у этих людей, которые до него были, то они, видя, что авторитет не могут его сломить, они как бы подхалимство делали, и через подхалимство свои цели тоже как-то старались решить. И имам Аш-Шафи'и говорит, я это знал, я это заметил, я сразу это пресек. Я сказал, что как написано в шариате, это так и будет, это по-другому не будет. И тогда эти люди, они говорят, донесли Харуна Ар-Рашиду, то есть халифы того времени. И они поднесли это как, что у него авторитет большой из среди ученых, и еще за то, что Хакамати начал управлять, так тоже авторитет большой, имам Аш-Шафи'и. И он из числа Курайшитов, и он хочет сменить тебя. А ведь есть такое изречение, чтобы халифы, чтобы они были из числа Курайшитов. И поэтому Харуна Ар-Рашид, он вызвал к себе имама Аш-Шафи'и, и он когда пристал перед ним, имам Аш-Шафи'и каждое свое действие объяснил ему, почему это вот так делал, почему то, что ему даже казалось, что это как-то, может, на разрушение каких-то моментов шло, почему он вот так именно сделал не по-другому. И когда все он это объяснил, Харуна Ар-Рашид наоборот его восхвалил, ему он понравился. То есть это тоже нам что показывает? Это показывает, как Аллах в Куране говорит, они строят козни против вас, кто не на справедливости, но сам Аллах, Он сам воздаст им за это. Они хитрили, и Аллах им воздаст за эту хитрость. И на самом деле, если посмотреть то время, то, может быть, они подумали, вот все, наверное, имам Шафи'и, его Харуна Ар-Рашид позвал, наверное, уже его или в тюрьму куда-нибудь посадят и тому подобное. Но Аллах, как сделал, наоборот, еще в пользу него сделал, в пользу имама Шафи'и. Рахимаху Аллах. Иншаллах, на этом мы остановимся. Валхамдул-Лляхи, Раби Ла Амин. Уважаемые братья, иншаллах, сегодня мы завершим то, что было у нас начато в отношении биографии нашего имама, имама Аш-Шафи'и, рахимаху Аллах. Кратко напомним то, о чем мы до этого говорили, касаемо биографии, о том, как он начинал этот путь, кто способствовал ему в этом деле. Это все мы в прошлый раз рассказали. И как он был беден, как он собирал клочки, бумаг или что-либо другое, на чем можно было бы написать, и вот так приобретал знания. И как он начал фетвы издавать, во сколько лет учился и тому подобное, все это мы рассказали на прошлых джума. И далее, продолжая, Ибн Хаджар, аль-Ас-Каляне, рахимаху Аллах, он говорит, что главенство фикха в Медине было у имама Малика. И имам Аш-Шафи'и, как известно, он был его учеником, имама Малика, рахимаху Аллах. Затем главенство фикха в Ираке, то есть, было у имама Абу Ханифы, и он был с его учеником. То есть, когда умер Абу Ханифа в 150-м году по хиджре, родился имам Аш-Шафи'и, но он не видел Абу Ханифа, но он встречался с его учениками. Одним из них был Мухаммад Шайбани. И он взял это мнение, то есть, мнение, более широкий кругозор у него был относительно у имама Аш-Шафи'и, рахимаху Аллах. И он начал издавать фетвы, то есть, он был мучтахидом. И после этого имама Аш-Шафи'и, рахимаху Аллах, он получил большую известность. И поэтому о нем сказал имам Ахмад, что передается хадис от пасанника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, хорошей цепочкой передач, то, что передал сам имам Ахмад, передал Абу Нуайм и Альбайхаки, «Алиму Курайш, ямляут ибақ аруды ильман». Ученый из числа Курайшитов, он заполнит землю знанием. Если посмотреть из ученых именно из числа Курайшитов, то тот мазхаб, который именно из числа Курайшитов приписан только имама Аш-Шафи'и, рахимаху Аллах. То есть, это знание, оно на самом деле распространилось. То есть, после мазхаба имама Абу-Ханифы по числу последователей это идет имам Аш-Шафи'и, рахимаху Аллах. И имам Ахмад говорил то, что передает имам Аз-Захаби Сияр А'алям Ан-Нубаля, «Если мне зададут вопрос, и я не буду знать из хадиса ответ, то я отвечу словами имама Аш-Шафи'и». Имама Аш-Шафи'и, он пользовался именно таким большим авторитетом среди ученых, и у него есть книга, которая называется Ар-Рисаля. Это книга по Усулю-Фикху. Одна из первых книг, которая была составлена в этой области. Усулю-Фикху, что это такое? Это как переводится? Усулю-Фикху означает «Основы понимания Кур'ана и Сумны». То есть, каким образом выводится из тимбат на арабском языке называется, то есть, на основе каких правил выводятся хукмы, правовые шариатские решения из Кур'ана и Сумны. Это одна из первых книг, которые он написал. Она по сей день тоже есть, ее читают тоже. И когда его попросил Абдур-Рахман ибн Махди, он сказал у имама Шафии, попросил составить книгу, в которой бы он привел правила вывода заключений, то есть, шариатских норм из Кур'ана и Сумны. И он составил эту книгу Арисаля. В ней он упомянул, что такое Сумна, определение Сумны, что такое Иджима, то есть, это единогласие всех ученых, что такое Киас, это суждение по аналогии, что такое Ам и Хас, то есть, общие аяты или хадисы, и конкретного случая, который касается Кур'ана этой хадисы. И отменяющие, отмененные тоже Кур'ана, аяты или же хадисы. То есть, касаемо этого, он составил эту книгу. И на самом деле, мы вот часто, когда слышим такое, что довод Кур'ана и Сумна, мы же вот так обычно слышим, но салифу салих, если их книги посмотреть, четыре основные, которые были согласны вся умма, сам же имам Аш-Шафи'и об этом пишет в книге Аль-Ум, это Кур'ан, Сумна, Иджима'а и Кияс. То есть, в Кур'ан Сумна мы знаем, что это такое. Иджима'а это единогласие всех ученых. Это как понять? Есть вопросы в Кур'ане и Сумне однозначные. То есть, когда, допустим, говорят, в день нужно совершать пять обязательных молитв. То есть, никто не говорит, да, Абу Ханифа сказал, можно шесть совершать, имам Шафи говорит, три нужно совершать и так далее. То есть, в этих вопросах разногласия нет. или что Зина Харам. Никто не говорит, там, чуть-чуть можно или и так далее. То есть, такого разногласия нет. Это единогласие всех мусульман касаемо определенных вопросов. А есть вопросы неоднозначные, которые в тексте или хадисов, или Кур'ана, аяты неоднозначно об этом сказано. Вот в этих вопросах, начиная с сахабов и последующих салиф и салих, ученых наших праведных предшественников, у них были различные мнения. Допустим, часто вот то, что мы знаем, если тронуть женщину, омовение портится или нет. Почему было такое различное мнение, даже начиная с сахабов, Ибн Умар выбрал одно мнение, Ибн Аббас другое мнение и последующим вот так пошло. Потому что четко и ясно, где бы Аллах в Коране сказал, тронули женщин, у вас портится омовение. Аяты нету. И в хадисе тоже вот такого прямого нету. Но однако есть косвенные доказательства, где пророк некоторый передается целовал жену, допустим, не делал омовение. То есть это действие. А то, что в действиях, то, что не сказано словами, в действиях, когда в одном месте такое действие, в другом месте другое, поэтому такое мнение было даже у самих сподвижников. И это было рахматом, на самом деле, милостью, как для умы. Потому что были вопросы, сам Аллах это так оставил. В 40 хадисах имама ан-Навави, рахима Аллах, приводится хадис, что пасанник Аллаха сказал, воистину, халяль, он разъяснен. То есть халяль, что стопроцентно халяль, это известно. Что харам, тоже известно. Но однако есть вопросы, которые Аллах не упомянул. Он не упомянул, это дозволено или запретно. То есть из-за милости к вам. И это уже четвертая основа. Ияс. Ияс это аналогия, суждение по аналогии. То есть это когда человек ведет определенные вопросы, которые ясно, четко в Куране и Сунне не сказаны, но он знает основы, основы дозволенности или запретности и сверяет, это подходит к этому вопросу или нет. Это уже то, что делают мучта-гиды. И вот это, чтобы знать, человек должен хотя бы у Сулфик минимум пройти. А человек, когда говорит, ходит, говорит, вот из Курана и Сунны, первое, он даже не знает, что в шариате основа, это четыре вещи. Куран, Сунна, запретно или дозволено, что дальше делать? Это уже у Сулфик отвечает на эти вопросы. И вот касаемо вот этой науки, сложной науки, первую книгу, кто написал в этой умме, это был Имам Аш-Шафири рахима Аллах. Это можно такое, или вот касаемо Ам и Хас, что такое Ам, общими словами то, что сказано и есть конкретными словами сказано пророка саллиллаху алисам, как это понять? Допустим, хадис есть, который Имам Насаи передает, что если вода изменила одно из трех свойств, цвет, вкус, запах, то она непригодна для омовения. То есть, такой есть хадис. Из этого хадиса что понимается в общем, если посмотреть? То есть, любая вода, хоть маленькая, хоть большая, если цвет, запах изменен, то тогда она непригодна. А есть другой хадис пророка саллиллаху алейху алейху ассалям, что кулятайн, то есть 216 литров воды, она не меняется. То есть, пригодна бывает для омовения. Это уже то, что частного характера касается. То есть, отсюда, что понимаем, когда бывает 216 литров воды, то тогда хоть туда попадет или более, хоть на джаз попадет, хоть что бы ни попало, ее можно омовение делать, пока цветку запах не изменит. А до этого, до 216 литров, если на джаз попадет, то тогда эта вода становится на джаз. То есть, это касается хукма, ваам и хас. То есть, в одном хадисе общее что-то сказано, в другом частное. Их соединили. Это тоже, когда ученый знает касаемо одной темы все то, что сказано в Коранной сумме. Они отдельно какой-то Коран, хадис, взял или аят и сам хукму делает, не понимая даже всей этой основы. Поэтому это были наши ученые, которые на себя этот груз взяли, возложили на свои плечи, чтобы нам облегчить. Потому что каждый человек, если этим занялся бы, то у нас обычные наши работы повседневные, они стояли бы. И во всей исламской умы всегда так было. Были ученые, были те, которые занимаются обычными делами мусульман, которые бывают как, допустим, сейчас есть пример прийти электрики, газовики и так далее. То есть каждый занимается своим делом. И каждый в своей области он старался быть лучшим. И также, иншаллах, приведем некоторые случаи. Это то, что до этого проходили. То, что касается ильма, знания, как он приобретал, кратко мы упомянули. То, что касается определенных случаев, которые были упомянуты с имамом Шафи, то, что произошло. Имам Аз-Захаби, он приводит, что Юнус Ас-Сафади, это был один из его учеников, имам Ас-Шафи, у них была дискуссия, то есть полемика состоялась с имамом Аз-Шафи в определенном вопросе. И у него мнение, которое он понял из Кур'ана Сунны, оно отличалось от мнения имама Аз-Шафи. Имам Аз-Шафи аргументировал, и он аргументировал. У них различные мнения были. После этого Юнус Ас-Сафади ушел, то есть ушел с этой дискуссии. и на следующий день, когда его увидел имам Ас-Шафи, он меня, говорит, обнял, то есть он говорит, обратился к имаму Ас-Шафи, к нему, о, Абу Муса, некоторые разногласия в одном вопросе разве могут помешать нам быть братьями? То есть он обнял, говорит, меня, пожал руку и вот так сказал. То есть это говорит имам Аз-Захаби рахимахуллах указывает на то, что имам Ас-Шафи он был из числа астроумных людей. То, что выведено из Кур'ана и Сунны, если она имеет место быть, если это есть, это не мешало, если одно мнение кто-то придерживается, другое тоже достоверное мнение, то это не мешало им быть братьями, они за это не ссорились. И также другой его ученик, то, что случай произошел, Раби Ибн Сулейман, он очень тяжело, в начале своем пути очень тяжело понимал. И имам Ас-Шафи как-то раз он объяснял смысл одного слова, которое каждый из нас говорит, это слово Маша Аллах, то есть мы же каждый раз говорим Маша Аллах, когда что-то видим и так далее, удивляемся. Он говорит, это объяснял, и Раби Ибн Сулейман не понимал, говорит, то, что он объяснял. И он на уроках находясь, он ему сорок раз объяснил, то, что говорил сорок раз разными подходами, чтобы он понял, потому что он видел в этом ученике тоже желание, чтобы понять. И после этого Раби Ибн Сулейман говорит, когда я понял, что я опять вот не понимаю, мне, говорит, саму стыдно стало, что я вот урок из-за меня отстает, что я сижу перед всеми, имам Шафи мне сорок раз объясняет. Я, говорит, стал, ушел. И имам Аш-Шафи Рахима Аллах, он его опять, то есть он вышел из класса тоже, имам Аш-Шафи Рахима Аллах, и еще, говорит, объяснял мне, пока я не понял. То есть тут, когда подобное бывает, конечно, нужно учитывать и старание Муаллима, и старание ученика. Если человек тоже не понимает, он сам знает тоже, да, чувствует, что не понимает, но он хочет понять Ильму, тогда учитель должен ему объяснять. Но это по ученику бывает понятно. И также Муаллиму саму тоже не следует пренебрегать, если человек не понял, то тогда сказать своими делами занимайся. Потому что был еще один шафиистский ученый, про который мы ранее рассказывали, Абу Бакр Аль-Кафаль Ас-Сагир, он был в 4 веке по хиджре, и он был мучтахидом, тоже шафиистском мазхабе. Но он Ильму начал приобретать в 40 лет. До 40 лет он говорит, я был джахилем, каким джахилем, который даже не знал, какие окончания слов ставить. Вот мы говорим молоко, допустим, он мог другое окончание в конце поставить. Вот так он такой, говорит, я был джахилем. И я, когда решился брать Ильму, мне всего лишь дали три предложения. Я пришел к Муалиму в 40 лет, сказал, я хочу приобретать знания. Он сказал, с книги Музани, имама Музани, ученика имама Шафи'и, Мухтасар Аль Музани из книга. Оттуда дал три слова. Ихтасар ту хазаль китаб. Я сократил эту книгу. Вот это, иди выучи. И я, говорит, целую ночь повторял вот это. Ихтасар ту хазаль китаб. Вот так кажется, повторял, повторял. Пока, говорит, не заснул, пока сон не одолел. Когда утром проснулся, говорит, намаз, хочу вспомнить. Он это не записал, просто запомнил три слова. И вспомнить никак не мог, говорит, я. Я вот, что у меня, говорит, все сжилось в груди, и чуть слезы, говорит, у меня даже не пошли. Я вот так иду, говорит, утром на урок, не могу вспомнить. О, Абубакр, что ты повторял каждый раз на крыше? Ихтасар ту хазаль китаб. Ихтасар, говорит, раньше так не делал. И она вот так напомнила ему, он обрадовался, пришел, эту вещь учителю рассказал. Учитель ему не сказал, а этот Абубакр не твое, ты дальше, как раньше, замками занимался, кафаль от слова, то есть он был мастером замком кафаль слова от этого произведения, из этого, как кафаль говорят, иди дальше, замками занимайся. Он, наоборот, ему сказал, упорно возьми за это. И поэтому 40 лет вот так начал человек с такого ильма приобретать и был в уме известен как мучта хид-шафийского мадхаба. Поэтому это тоже Раби Айбн Сулейман, ученик имама Шафи'и, как Шафи'и, имам Рахима Аллах за ними следил. Не понимал 40 раз, ему сказал, и что он ему говорил пока? Он говорит, я не понял. И, иншаллах, в конце расскажем высказывание одно из тех, которые имам Шафи'и, он часто это повторял высказывание. Он говорил, довольство людей, она непостижимая вещь. То есть, если человек хочет добиться довольства всех людей, он не сможет. Посланник Аллаха саллиллаху алейкум саллиллаху алейкум это кто был? Это идеал был. То есть, во всех, вот любой человек, самый его последний такой ожесточенный враг его взять, сказать ему, у тебя есть против Мухаммада что-нибудь? В то время, когда они жили, из тех, которые были, как Абу Джагль, Абу Ляхаби и так далее. То есть, они не могли сказать, Мухаммад когда-то подошел, ударил, там что-то забрал. Или Мухаммад подошел, там кого-то оскорбил, старшему почет не сделал, где-то там матерился. То есть, ничего у него не было сказать. Где-то несправедливо обошел. Ни у одного. Даже Аллах очистил его род, так что даже в их время, когда было повсеместно распространено прелюбодеяние, было распространено зина, было распространено спиртные напитки, то его отцы, его матеря, которые шли, дедушки, бабушки, они были чисты. То есть, они были чисты. То есть, для такой себя Аллах очистил, что у них не было конкретно что-то пророку предъявить. Просто мне нравилось, что он пришел с ля-иляха или Аллах. Поэтому, удовольствие людей всех добиться, это непостижимая вещь. Потому что идеальный человек во всех сферах не смог этого добиться. И имам Аш-Шафи говорит, посему, говорит, следуй тому, что принесет тебе пользу, оставив то, что тебя не касается. Потому что шариатам не велено тебе, Аллах не велел тебя в Коране или в Сунне послания к Аллаху саллиллаху али-сам, чтобы ты добивался довольства людей. Тебе велено добиваться довольства Аллаха. И на самом деле, если мы задумаемся, многие возможности, многие, которые мы могли бы сделать, или многие вещи, которые не нужно было нам делать, которые лишние затраты, и потом ты сам сидишь один со своими долгами, произошло из-за мнения людей. Боясь мнения людей. То есть, бывает даже, до сих пор есть такие соло, даже когда человек умирает, женщина вдовой осталась. Она сама там, у нее горе и так, у этой женщины. Еще, может, двое-трое детей на ее шее остались. приходят родственники, заставляют в долги и так далее, купить там корову или бычка, зарезать и всем раздать. Ну, все эти три дня там прошло, неделя прошла. Она с этими долгами остается. Потом ее даже никто не вспоминает. У нее и так горе, что, наверное, сверх этого поставили. Из-за чего? Боясь мнения людей. Жениться тяжело. Человек старается зарабатывать, все это делает. Тоже почему? Боясь мнения людей. То есть, многие возможности или усложнения в жизни просто человек делает, боясь мнения людей. Но если бы, говорит, он делал бы, смотря это дозволено или нет. Если дозволено, то я буду делать. И никто мне не сможет упрекнуть, почему это так или не так. Доход даже упрекнет, один упрекнет, по-любому всегда так бывает. Ты даже одну часть с довольным сделаешь, второй будет говорить, даже в том, что ты сделал. Если у человека будет примерно деньги, 10 тысяч, он и 10 бедняков, допустим, если он, ну у него на всех не хватает, он сдал, троим дал, эти семь человек его плохим сделают и в итоге он будет плохим человеком. Вот она, наша жизнь, она такая. Но ему теперь вообще не делать что ли садака? Сказать, а по-любому будет плохо говорить. Поэтому Иван Шафи говорит, то, что у тебя есть, ты знаешь, дозволено, делай, в этом проблем нет. Тебе не велено, шариатом добиваться удовольствия людей. Добивайся удовольствия Всевышнего. И в этом будет благо, Иван Шафи говорит, Иван Шафи говорит, Иван Шафи говорит, Иван Шафи говорит,